Олег Шехтер, Improve Canada. Олег, скажите, пожалуйста, как кризис сильно повлиял на ваш бизнес? Ну, повлиял сильно, но не так сильно, как могло бы быть, как мне казалось, что повлияет. То есть он повлиял, конечно. Да, ну как на все бизнесы, очевидно. Ну, как на все бизнесы, он не мог не повлиять, конечно, там многие вещи перевернулись, многое стало по-другому, и еще неизвестно, когда это вернется в нормальное состояние, потихоньку, потихоньку. Как всегда бывает в жизни, там люди ко всему привыкают, и оно меняется, но последствия еще будут. Понятно. Второй вопрос. Правительственные программы Канады ориентированы были на малые бизнесы в большей степени, чем на большие бизнесы. У вас все-таки более крупный бизнес, чем отдельный магазин. Как-то вы использовали эти программы? Вам помогло что-то от правительства? Ну, у меня несколько, как бы, вещей, которые я бы, скажем так, которые, на которые повлияло. Но, скажем так, одна из помощи они сделали, это вот 40 тысяч долларов, которые, скажем, из которых 30 тысяч надо возвращать. Но, к сожалению, как бы мне эту проблему не решить, потому что... Другого порядка. Это 10 тысяч у нас съедается, там, 5 минут. Вот, то есть, там, 10 тысяч компенсации, а так просто этот кредит тоже, ну, это все равно его надо отдавать. Вот, потом есть другая ситуация. Это очень-очень много рекламировалось, что, значит, будет суппорт, там, 75% рента и так далее, и так далее. Я бы хотел воспользоваться, потому что там у нас есть, там, много того, что сдано, но, к сожалению, это пока не получилось, я пока не слышал ни у кого успеха в этом отношении. То есть, наверное, это как-то работает, я не могу сказать, что не работает, но пока у нас не работает. Понятно. Это сыграло отрицательную роль, потому что до того, как эту программу выпустили, где-то за месяц, за полтора, за два месяца до этого, стали объявлять, что такая программа будет. В результате, там, многие сказали, что вы можете получить деньги с государством, мы платить не будем. Вышел, допустим, Ford и сказал, вы сейчас налоги, property tax не платите, заплатите их потом, там, грубо говоря, на 3-4 месяца позже. И люди не очень понимают, что такое deferral, это не значит, что вам это обращают, а значит, что заплатите, но не сейчас. Ну, в своей речи он сказал, вы говорите, сейчас не платите property tax, да, а заплатите через, там, 3-4 месяца, а сэкономленные деньги отдайте своим tenants. А ничего не сэкономленные, все равно эти property tax не надо. Понятно. Это сыграло отрицательно, потому что особенно, почему-то, эти речи всегда были перед первым числом, когда вот именно надо собирать деньги с людей. Ну, вот, ну, поэтому были свои сложности, есть свои сложности. Мы, конечно, там, постарались там снизить, кому могли, что могли и так далее. А как вы считаете, как быстро восстанавливаться будут бизнесы? Ну, некоторые вообще сгорят под это. В принципе, те, которые имели какую-то просвойку. Получилось не так плохо, то есть, как бы, у каждого бизнеса есть инерция, да, и, в принципе, по инерции, там, многие еще, скажем так, выжили, да. Если бы эта ситуация была дольше, было бы хуже, да, но, слава богу, полностью это все не остановилось. То есть, в принципе, оно в какой-то момент восстановится. Те, кто, конечно, были слабые, там, есть кто не выживет, но, в принципе, оно восстановится, как я вижу. Может быть, немножко поменяется, может, это повлияет на какие-то концепты бизнеса. На бизнес-модели? Могут поменяться, да. И последний вопрос, что вы хотите сказать людям, которые все еще надеются, что все улучшится, и они придут к вам посмотреть, наконец, то, что им нравится для своего дома? Приходите, мы открыты. Открыты? Мы больше того, мы не закрывались. Я на всякий случай, чтобы потом не попасть в ситуацию, мы взяли у юриста legal opinion, и, в принципе, мы попали под категорию, которая не закрывалась на время пандемии. Это было апту решения, сори, я тут, как иммигрант, вставляю английские слова. Это было решение каждого бизнеса, быть открытым или не быть открытым, поэтому мы были открыты. Мы открыты немножко сейчас в другом режиме, мы используем, кстати, ситуацию сейчас, мы, вернее так, мы поменяли немножко концепт, он меняется от того, что мы открыты, но при этом, скажем, что если вы хотите, чтобы вас хорошо обслужили, мы сейчас делаем систему консервис. То есть вы звоните, вам все организовывают, у вас с вами идет человек, вам все показывают и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть немножко другая будет модель, он будет больше, скажем так, у нас более персонализированный, мы будем обслуживать конкретного человека, там у нас будет ряд человек, которые будут этим заниматься, там надо дизайнер, надо что вам надо, мы будем все готовить и заранее. Потому что иногда люди приходят, теряются, у нас количество бизнесов большое, кто-то открыт, не открыт, вы приехали, тут все будет организовано, поэтому мы, скажем так, из плохого всегда стараемся делать хорошее, мы сейчас, скажем, то, что люди перешли на аппойтменты, мы тоже переходим, и это работает, должно сработать плюс. Ну хорошо, спасибо большое, удачи. Спасибо, приходите. Спасибо.